здарова народ это у нас выпуск о подготовке к малярке к покраске машины и вот он начинается с того что были закуплены вот такие вот штуковины начну с более важной моби хелл это производитель который делает краску сочи 360 эта краска заводской цвет машины которая шла с конвейера и получается что вот этот вот маляр который у нас в городе считается одним из самых лучших если не самый лучший то он говорит что именно по моби хеллов скому каталогу нужно смотреть краски и он приносил мне такой флайер но я думаю вы знаете там целая куча вот этих вот флайеров такие маленькие кусочки бумаги покрашенные и мы прикладывали к кузову машины под солнечным освещением вот разные цвета но и сочи 360 изначально я подразумевал что это будет он подозревал вернее и вот как раз он и получился мы приложили прям идеально один в один так что вот я попробую покрасим она конечно же отличие некое будет того что сейчас на свежую покраситься отличие от того что было покрашено почти 20 лет назад конечно же будет потому что краска родная как никак на машине выгорела она все-таки вымылась там записочилась и немножко уже подуставшая а это будет свежая немножко будет отличаться но он говорит что ты поездишь она тоже немножко там затрется немножко под выгорит и она станет уже такая же как это что практически не не отличишь либо вообще не отличишь так что вот так вот вам передам от нашего местного хорошего маляра вот информацию про вот покраску вазов вот что это моби хиловский каталог берите и это намного дешевле красить в стандартную краску если вы покупаете машину и она покрашена не стандартной краской то покраска получится но сам материал вот эту вот краску купить будет раза в два-три дороже может даже больше но типа подбор краски а тут уже на заводская хлопья купил и погнал дальше вот такая вот задувка какой-то body 900 вот им он будет обрабатывать где-то там снизу в полостях вот короче там где надо защитить поверхности от воздействий но уже такого типа песок летит там от дороги вот такое все короче это уже задувка чисто анти антикоррозионная защитная обработка будет вот такими вот материалами он будет пользоваться шпаклевку там я зря купил у него там своя шпаклевка ну то уже как бы дело такое вот самые основные компоненты я вам показал и так машинка с возвращением покрашена конечно шикарная я под впечатлением тут все он в мастике мастер прям постарался тут все в мастике тут вон все тоже в мастике потом сюда он намазал даже больше чем тут было как я понял как я тут вижу так вон там все замазал смотрите вообще красотища просто красотища вот это вот это мощь можно теперь не переживать так ладно капотик потом дерна уже так это с этой стороны все забрызгана обидно обидно такая красота стояла сухая красивая он все промазал вот это вообще человечище просто мастер своего дела не зря лучший лучший маляр у нас в городе у него очередь на два месяца вперед а то и на 3 так она попаду я сюда или не попаду так короче не буду пускай он еще постоит немножко посохнет а потом уже я его вам покажу и изнутри короче красоте и так машинка уже в гараже спрятали мы ее от непогоды уже у нас все там подсыхает на улице видите какое оно все красивенькое прям прям радует глаз но не радует глаз я даже не ожидал что так сильно его забрыжет забрызгает вот это вот что мы его тут везли сколько мы там его везли буквально пару километров и так его все забрызгало ну да ладно на голову короче я дел фонарик так что немножко будет такая дополнительная подсветка чтобы посмотреть на результаты вот здесь как вы наверное помните была проблема с кузовом сейчас это дело смотрится прям красивенно я в шоке тоже надо как его можно было сделать так теперь смотрим другая сторона другой лонжерон вот тут вот он был сваренный короче где-то вы где-то в этом месте вот сейчас это все конечно красота так тут уже можно понаблюдать как это все промазано и вот промазал он прям вместе с передней балкой как которую я хочу снять чтобы промазать там внутри и теперь мне надо его или не надо снимать это вопрос обидно так ну и опять таки вот эти вот места красивенно за забитанные очень порадовали честно скажу так ну и что вот тут вот видны изнутри вот это вот все тоже обработано тут даже руками его лопать она как будто не немножко прилипает может ему еще подсохнут надо не знаю он там внутри видно тоже что она подзадута чем чем-то вот задувками какими-то так ну вроде бы вроде бы все бампер я уже покажу наверное тогда когда поставлю а только так все путем мне все нравится красотища так да я же хотел посмотреть вот это она текло вон туда туда его как-то мазал тоже снизу снизу тут тоже промазано и там промазано в общем человек старался на совесть красота конечно так ладно хватит все это дело снимать надо что-то делать уже машине надо потихоньку ее собирать наверно все таки сюда лезть я уже не буду наверно лезть не буду он там его хорошо так замазала у меня так у меня сейчас этой мастики нету который он мазал специальной чем его потом залепить короче не знаю таком подвешенном состоянии решу завтра следующий этап мы подготовки к сборке машины это я высвободил проводку которая здесь вот вся была зафиксирована и сейчас вот начну с противотуманок протяну от противотуманок проводку потом затащу через вот этот вот же короб который я старый разрезал на правую сторону я перетащу то что к электрике по правой стороне относится остальное здесь примерно скомпоную аккуратно также освободился что там тросик газа тросик сцепления где-то тут тоже все болтается и я срезал срезал я ядра уровень все равно одни бутылку нету не работает он и не работал с момента покупки машины так что я его просто срезал вот эти вот болтаются в я их наверное попробую из салона как-то вы вытащить чтобы их вообще здесь не было что не засоряли подкапотное пространство в общем потихонечку дело движется процессе того как я растягиваю вот эту всю проводку противотуманка уже на ту сторону затащил это противотуманка тут уже болтается я хочу что сделать не некую практику плюс стиль сделать в общем в этой вот косе которая идет к правой стороне машины к фаре а также к генератору прям посрединке для того чтобы вылезти из вот этого места и подключиться вот сюда к сигналам ведет вот это вот самая клемма вот это а мне никогда не нравилось что вот тут вот за решеткой такой типа типа стиль типа красиво торчит ну бибикалка она реально нарушает внешний вид я думаю что красиво когда решетка и за ней просто черные красивые этот самый радиатор стоит ну или серебристый радиатор они какое-то там детальё некрасивая поэтому бибикалки я сюда ставить не буду и соответственно я вытащу вот этот вот проводок и где-то сюда вот его запущу зафиксирую а потом уже сигналы я придумаю куда их прицепить просто не хочу чтобы они здесь не воздушному потоку мешали охлаждать мотор не торчали чтобы их видно было такая задумка и а и и и и и и и